Глава шестая. Синхроничность. Неслучайные случайности. Вы спрашивали? Дух отвечает. Книгу, спешит ее закрыть, думая, что все это совершенно не для них. Дорогие мои, вы все здесь не случайно. Даже если вы думаете, что случайно попали не туда, куда надо, даже если вы, слушая это послание, думаете, ну это все уж слишком. Если чувствуете, что это не ваше, что с вами не резонирует эта информация, вы можете в любой момент отложить книгу. Но знайте, вы ее открыли, потому что когда-то сделали запрос на получение информации от духа. Вы можете этого не помнить, вы можете этого не осознавать, но вы сделали это на уровне подсознания, на уровне сердца и души, и ответы в той или иной форме готовы приходить к вам. Они будут приходить к вам в любом случае. Возможно, это случится позже, когда вы будете готовы. Возможно, они придут в какой-то другой форме, но процесс уже в действии. Процесс, который включен вами, не кем-то другим. И если вы будете чутки к происходящему с вами и вокруг вас, вы начнете получать информацию, именно ту, которая вам нужна, и именно в той форме, которая будет для вас уместна. Все, что происходит с вами, не случайно, и особенно то, что кажется случайностями. При помощи таких случайностей, неожиданных совпадений, истечений обстоятельств, при помощи разного рода явлений, на которые вы так или иначе обращаете внимание, мир разговаривает с вами. Бог разговаривает с вами. И это тоже не случайно, потому что вы сами так решили. Подсказки из дома. Представьте себе, что вы отправляетесь в сложное, долгое и увлекательное путешествие по местам, где вы уже однажды были, но почти ничего не помните. Вы знаете только, что в прошлый раз оставили себе на маршруте какие-то подсказки. Вы даже не помните, что это за подсказки, но вы знаете, что они обязательно отзовутся в вашем сердце и подскажут вам наилучшие пути. Надо только быть внимательным, зорко смотреть по сторонам и чутко прислушиваться к своему сердцу. Но эти подсказки не означают, что вы должны вновь пройти тем же самым маршрутом. Как раз наоборот. Вы могли оставить себе указания, которые помогут вам исследовать новые пути, заглянуть в новые интересные места, которые вы обошли стороной в прошлый раз. Вы также могли себе оставить подсказки о том, куда ходить не надо, каких тропинок и поворотов избегать, так как извлекли опыт из прошлых ошибок и решили больше их не повторять. Вот так образно можно описать, как вы подготовились к вашему прибытию на планету Земля. Да, вы были здесь уже неоднократно. Вы прошли здесь множество дорог, вы наделали здесь множество ошибок. И ваше божественное Я, ваш дух знает о том, какие дороги для вас благоприятны, а какие нет. Ваш дух знает, за какой дверью приготовлены для вас дары, которые вы не нашли в прошлом, но которые ждут вас. И ваш дух оставил вам подсказки, оставил знаки, оставил намеки, потому что он знал. Рано или поздно наступит время, когда вы сможете все это распознать и прочитать. И вот такое время пришло, и сложились благоприятные условия для того, чтобы вы могли распознать подсказки духа. Благодаря чему сложились такие условия? Благодаря тому, что завеса между измерениями стала несколько тоньше, и вы стали более чувствительны и интуитивны. На самом деле эти два условия взаимосвязаны, и не случайно они совпали во времени и пространстве. Вы тысячелетиями взывали к Богу, вы пробуждали божественную любовь в своем сердце, и ваша любовь встретилась с любовью Бога. Вы шагнули навстречу друг другу, и лучей этой любви начало становиться все больше и больше, и они стали пробивать завесу тьмы, завесу забвения, завесу между вами и вашим божественным домом, вашей настоящей Родиной. Вы начали вспоминать, кто вы есть, искры Бога и его посланники, его продолжения на земле. Вы восстановили свою связь с Богом, и завеса уже не мешает этой связи. Восстанавливая свою божественность, вы становитесь более чуткими к божественным проявлениям, к знакам и подсказкам, приходящим из-за завесы. Знакам и подсказкам, которые вы сами оставили для себя на земле, где эти знаки могут казаться материальными, но на самом деле они несут в себе информацию из дома. Подсказки из дома – вот как мы это называем. И на самом деле таких подсказок много, они то и дело появляются на вашем пути, и если вы дадите себе задание начать замечать их, вы будете их замечать. Что это за подсказки? Это все то, на что вы обращаете внимание, на что откликается ваше сердце. Это все то, что несет в себе ответы на ваши вопросы, даже не заданные вслух. Это все то, что способно помочь вам оказаться в нужное время в нужном месте, или то, что поможет вам создать для себя необходимый настрой, получить запас нужной вам сейчас энергии. Подсказки из дома – это то, что помогает вам жить, выбирать лучшие пути и менять жизнь в лучшую сторону. Подсказки из дома – это то, что помогает вам становиться сильнее, мудрее и привлекать больше энергии любви. Будьте внимательны к мелочам, которые говорят с вами, ведь мелочей на самом деле не бывает. Вы взяли с полки книгу, случайно, не думая и не глядя, открыли ее на первой попавшейся странице, тоже случайно, как вам показалось, и прочитали там стихотворение, которое попало вам прямо в сердце и вызвало слезы. Это стихотворение изменило ваш настрой, оно изменило весь характер вашей энергетики как минимум на этот день. Эта изменившаяся энергетика заставила вас делать привычное дело или обычную работу по-другому, вы вложили эту энергию в то, что вы делаете. И мир завибрировал, и мир запел вокруг вас, и ангелы рядом с вами закружились в танцы, и в этот миг произошло что-то такое, что изменило вашу судьбу. Перед вами открылись новые двери, вы могли этого не заметить, но уже завтра может произойти незапланированная встреча, уже завтра вы можете получить новые удивительные шансы. Чудо приходит не под гром Литавр, оно приходит тихо, без лишнего шума, без внешних эффектов. Вам может казаться, что вы живете той же будничной жизнью, что ничего не изменилось, а на самом деле изменилось все. Зеленый свет загорелся на всех ваших путях, и то, что вам нужно, вдруг пришло к вам легко, будто бы само собой. Как дух подталкивает вас? Подсказки из дома – это не только информация, которая позволяет вам что-то понять и меняет ход ваших мыслей. Это еще и энергия, которая влияет на ваши эмоции, на ваше настроение, на вашу решимость что-то сделать. Такие подсказки всегда проявляют себя в нужный момент и несут в себе именно то, что вам необходимо в этот момент. Они отвечают даже на незаданные вопросы, они дают поддержку, если она вам нужна. Они помогают вам стать сильнее, когда это вам необходимо. Иногда они появляются только для того, чтобы взбодрить вас, если вы приуныли, чтобы вдохновить вас на продолжение пути, и сказать о том, что у вас все правильно, все идет своим чередом, и все не случайно. И они всегда напоминают. Помни, что ты любим. Помни, что ты не один. Весь мир с тобой, и мир помогает тебе. Иногда такие подсказки приводят вас прямиком туда, где для вас открыты двери, и где уже приготовлено наилучшее стечение обстоятельств. Они сигналят вам, ты на правильном пути. Они не только сигналят, они дают вам то, что нужно. Вспомните, с вами бывало это не раз. Удачный билет на экзамене, нужная книга, которую вам вложили прямо в руки, приглашение именно на ту работу, которую вы искали, случайная встреча, оказавшаяся судьбоносной. Все это не случайно, дорогие. Все это часть божественного плана, который состоит в том, чтобы раскрыть все лучшее в вас, помочь вам достичь высочайшего взлета, и дать вам как можно больше счастья, пока вы живете на планете Земля. Помните, что эти подсказки планировали и оставляли себе вы сами, вернее, это делал ваш дух, Бог внутри вас. Но поскольку дух это и есть вы, то он очень хорошо знает вас, и потому он оставляет вам только такие подсказки, которые вам близки и понятны. Если вы не любите стихи, вряд ли дух оставит вам подсказку в виде стихотворения. Может быть, вы услышите ее в реве мотора, в крике чайки или в оглушающем звучании рок-музыки. Вы же знаете, что дух везде, и проявляет он себя иногда самыми неожиданными способами. Дух работает с вами теми средствами, какие есть. Это средства материального мира, понятные и доступные для вас. Не надо думать, что дух всегда говорит возвышенным языком. О, дорогие! В вашем земном мире далеко не обо всем можно сказать возвышенно. Иногда вам необходимы более ощутимые подталкивания. Иногда духу приходится даже довольно сильно толкнуть вас, чтобы вы пробудились и почувствовали его присутствие. Вы знаете, о чем я говорю? Вы, каждый из вас, знаете, потому что не раз ощутили это на себе. Синхроничность в действии Подобные подсказки называются синхроничностью, потому что они проявляются синхронно с намерениями и желаниями, если они соответствуют божественному плану. Эти подсказки всегда приходят в нужный момент, ни раньше и ни позже. Это значит, вы получаете ответы на свои вопросы именно тогда, когда они вам нужны. Это значит, нужные двери открываются тогда, когда вы готовы туда войти. И если вы внимательны к подсказкам, вы окажетесь возле этих дверей именно в тот момент, когда они откроются. Если вы внимательны к подсказкам, вы не упустите свои счастливые шансы, вы не проглядите удачу, и вы получите именно то, что вам надо, причем в самый подходящий момент. Когда вы начинаете замечать подсказки и следовать им, вы включаетесь в другой стиль жизни. Вся ваша жизнь становится синхронистичной. Это означает просто, все идет своим чередом, то есть все в порядке, все так, как надо, лучше не пожелаешь. Даже если вы встречаетесь с трудностью, помощь приходит вовремя, и именно та помощь, какая вам нужна. Везение и удача – эти слова слишком затерты в вашем языке. Но это именно то, что происходит. Вам везет. Вспомните любую ситуацию, о которой вы можете сказать «мне повезло». Вы понимаете, что это не случайно. Это синхроничность в действии. Что мешает синхроничности и где рождаются страдания? Дорогие, я слышу, как вы спрашиваете. Ну, Крайн, скажи же уже поскорее, как нам начать следовать синхроничности. Что для этого нужно сделать? Давайте я расскажу вам о том, что вам мешает следовать синхроничности. То, что вы отсутствуете в вашем собственном центре. Ваш центр – это ваша истинная суть, ваше божественное «я». Это мудрая, любящая и всезнающая часть вас, которая видит ваши лучшие пути и готова вести вас по ним. Но вы, дорогие, очень часто предпочитаете пользоваться другими ориентирами, теми, которые снаружи, а не внутри. Снаружи у вас напластование того, что вы усвоили из внешнего мира, каким нужно быть, чего нужно хотеть, как себя вести, чтобы соответствовать этому миру. Из этих внешних напластований, мыслей, убеждений, правил и принципов складывается то, что называется «эго». Когда вы пребываете в божественном доме, у вас нет никакого «эго». Есть только ваша истинная суть – дух, свет божественной любви. «Эго» – атрибут земного мира, где вы обретаете дуальность, где свет обретает свою противоположность. И то, что происходит, – это битва между светом и тьмой, битва, в которой вы призваны быть воинами духа, которые побеждают без борьбы, побеждают силой своего духа. Свет не борется с тьмой, но когда он приходит, тьма исчезает. Вот так побеждает свет, вот так побеждает дух, вот так побеждают любовь и истина. Истина – то, что внутри, свет Бога. Внешние напластования ложны. Это конструкции, которые не имеют отношения к вашему «я», но вы очень часто начинаете именно их отождествлять с собой. Именно здесь рождаются страдания, в этом ложном «я». Здесь рождаются желания, исполнение которых не пойдет вам во благо. Здесь рождаются переживания из-за того, что, как вам кажется, вы в чем-то уступаете другим людям. И когда вы все это чувствуете, вы не находитесь в контакте с самим собой. Вы находитесь в контакте с ложным образом себя, энергетической конструкцией эго, которая никак не связана с вами настоящим, с вашим божественным «я». Когда нарушена ваша связь с божественным «я», нарушена ваша связь и с энергией, и информацией пространства. То есть заблокированы ваши шестое и седьмое чувства, вы не можете получать достоверной информации. Вы не замечаете подсказок мира, вы не чувствуете, где лучшие пути для вас, и лучшие решения. Поэтому вы мечетесь от одной цели к другой, не видя, что выбираете тупиковые пути. Вы пребываете в суматохе и хаосе. Божественный план в этом случае не действует, он есть, он существует, он предусмотрен для вас. Но если вы теряете контакт с Богом внутри себя, соответственно вы теряете контакты с божественным планом. Дорогие, обратите внимание. Все ваши неудачи, все безвыходные ситуации, все недостигнутые цели говорят вам о том, что вы далеки от божественного плана и от синхроничности. Знаете, в чем смысл ваших страданий? В том, чтобы разрушить ложную конструкцию вашего эго, которое сбивает с пути. Когда вам надоест страдать, вы отвернетесь от эго. Вы перестанете соперничать с окружающими и сравнивать себя с ними. Вы захотите, наконец, стать собой, вы захотите быть, а не казаться. Для этого нужно просто отказаться от ложных ориентиров и выбрать настоящие. Настоящие ориентиры дают вам только дух. Те планы, которые строят ваше эго, не принесут вам счастья. Потому что эти планы не основаны на реальности, они не основаны на ваших истинных потребностях, они не основаны на тех ваших свойствах и качествах, которые могут принести вам настоящий успех. В планах эго нет энергии, нет потенциала для реализации. Энергией, силой и нужным потенциалом обладает только дух. Связь по любви. Волшебство духа. Контакт с духом – это связь не по расчету, а по любви. Пусть к удаче и везению не просчитать логически. Логика не может предусмотреть, где вам повезет. Только дух знает это заранее. Дух готов за руку вести вас к точкам вашей удачи, вашего особого везения, счастливых поворотов вашей судьбы. Контакт с духом вы можете установить только интуитивно. Интуиция может показаться таким ненадежным ориентиром. На самом деле это самый надежный ориентир, потому что при помощи интуиции вы слышите то, что советует вам Бог. Если вы любите, вы доверяете. Если вы любите, вы готовы идти за любовью даже с завязанными глазами. Это не значит, что дух предлагает вам завязать глаза. Напротив, он предлагает вам жить максимально осознанно, но при этом жить в доверии к нему. Если вы смотрите на мир глазами духа, вы все видите и понимаете ясно, как никогда. А главное, вы уверены, что у вас все будет хорошо. Даже если ваши физические глаза не могут заглянуть за ближайший поворот, вы точно знаете, дух уже видит, что там. И если дух ведет вас туда, значит там ждет что-то хорошее, потому что к плохому дух вас не поведет. Если вы просите у духа чего-то хорошего, он даст вам это хорошее. Ваше доверие – главное условие. Это волшебное чувство, когда вас ведет дух. Но не надо думать, что все ваши пути заранее предопределены. Некоторые подсказки вы оставили себе сами, когда были на земле людьми в прошлых воплощениях. Вы замечаете, что некоторые места вам кажутся очень знакомыми, хотя вы там в первый раз. Но все вокруг – горы, деревья, камни – будто кивают и подмигивают вам, будто говорят «Все правильно, ты в нужном месте, мы ждали тебя». Это ваши собственные энергетические метки приветствуют вас. Но некоторые из подсказок – ваш дух создает прямо сейчас, по ходу дела. Ведь вы постоянно прокладываете новые пути. Вы то и дело оказываетесь там, где еще не бывали в прошлых воплощениях, и это правильно. Дух создает ситуации, которые несут вам информацию. Дух подводит к вам людей, которые дают вам ответы и подсказки. Дух вкладывает в ваши руки нужные книги. Дух приводит вас туда, где двери открываются, а за дверями ждет то, что вы давно ищете. В вашей воле относиться к этому так, как вы хотите. Вы можете сказать, «Но это противоречит логике, а может, я просто это придумал. Лучше я буду делать то, что запланировал». Но будьте внимательны к окружающему миру, дорогие. Очень скоро вы увидите, что таких совпадений, знаков на вашем пути, таких счастливых случайностей и намеков будет все больше и больше. И вам уже трудно будет считать, что вы все это выдумали, и что все это ничего не значит. Вы живете на совсем новой земле. Мир стремительно меняется. Вам придется осваивать новый способ жизни, синхронистичный, если вы не хотите отстать от хода эволюции. Вы меняетесь вместе с миром. Вы стремительно эволюционируете. Сегодня вы уже не те, что вчера чувствуете. Завтрашний день принесет еще больше перемен. Если вы только захотите, все они будут к лучшему. Да будет так. С любовью, Крэйен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok